Я сейчас нахожусь в таком популярном месте. Это Мега Химки. Вот, сейчас, сейчас, сейчас. Вот она, Икея. Всеми любимая. Надеюсь, меня слышно будет. Я сегодня поехала, хотела себе чемодан купить. Представляете, мне ничего не глянулось. Я, наверное, буду покупать его в интернете. Я не знаю, я посмотрю. В принципе, я мелочевку всегда покупала в интернете. А сейчас это, попробую чемодан купить. Сейчас, минуточку. В общем, я собралась в поездку на Новый год. Пока не скажу. Давайте так. Я еду в далекие страны. В общем, отгадайте, в какую страну я еду. Интересно, кто первый это дело отгадает. Есть две девочки. Сейчас, извиняюсь. Блогеры. Это Лена, юная дива. И Наташа Сардиния. Италия Сардиния. Они знают, куда я еду. По крайней мере, я собираюсь. Не знаю. Посмотрим. Получится у меня эта поездка или не получится. Я очень надеюсь. Вот. Сегодня видео будет, знаете как. Я сейчас вот, видите, иду. Кругом у меня машины. Ну, здесь всегда такой дурдом около Икеи. И хочу ответить на вопрос, который мне задавали. Ой, надеюсь, что слышно будет. Вернее, не задавали, а такой был комментарий едкий. Почему я все время хожу сейчас пешком? Потому что до замужества у меня была машина. Кто-то у меня спросил. Я ей, честно, написала, что я продала. Но там появился едкий комментарий в одно слово. Хорошо, хоть приличное. Было бы неприлично, я бы удалила и заблокировала человека. Но я оставила этот комментарий. Это у меня в предыдущем видео. Типа, у нее машину увели. Ну, типа, пришел муж, развелся и стебрил у меня машину. Ну, сразу, во-первых, в строках ентова видео я могу вам сказать, что у меня трудно что-то увезти. Не увезти, а умыкнуть. Поэтому машину я продала. Для чего я это сделала? Хотя я сейчас в некоторой степени страдаю без машины, потому что я много лет была за рулем, 15. И, в принципе, я пользовалась машиной ежедневно. Сейчас, конечно, очень тяжело это делать, потому что все это стало неудобно в Москве и дорого. Дорого, потому что со стоянками стала полная кавардень. То есть, в Москве это... Слушайте, на меня так все смотрят. Тетка с элфи-палкой. В Москве совершенно непонятно, куда это ставить. Там только за деньги. Но это еще полбеды. Потому что, ну, выбрался в Москву, там где-то тебе что-то надо поставил. Здесь вот, пожалуйста, здесь вот стоянка. Естественно, все бесплатно. Приезжай в большой магазин, ставь, иди покупай. Но так не везде. Но дело в том, что у меня еще и у дома стоянка тоже за деньги. Но дело даже не в этом. В принципе, я так все рассчитала, и эти расходы были мне по карману. Но дело в том, что вы знаете, что моя дочь купила квартиру не очень давно. И я посчитала своим материнским долгом помочь ей в этом... Ой, у меня так шарфик. Сейчас меня, если смотрит моя подружка юная дива, у которой видео с ее шарфиком, как она завязывает, там бьется рекорд. И скажет, господи, своя подружка не научила это делать. Ну, ладно, сейчас не об этом. Да. Я посчитала своим материнским долгом помочь ей с первым взносом. Поэтому у меня были там небольшие накопления. Да. Плюс еще ко всему я продала свою машину. Очень хорошо продала. Можно сказать, даже с профитом. Ой, сейчас перескочу, то у меня сейчас и задавят эти машинами. И таким образом, как-то, ну, у них там свои еще были деньги. Она у меня же вышла замуж, кто не знает, кто меня там первый раз смотрит. Или только пришел там на мой канал, или забыл, или не смотрел это видео. Она у меня уже как год замужем. И полгода, пока она была замужем, они снимали жилье. Мы готовились к покупке квартиры для них. Та семья тоже помогла. Спасибо им большое. То есть мы всем скопом организовали квартиру для молодых, для детей. Причем, если моя квартира, это ближняя Подмосковья. Можно сказать, Москва, но все равно это... Ой, сейчас через перебегу. Но это все равно считается ближняя Подмосковья. Я сейчас найду, наверное, кто в машинах сидит, скажет, обалдели вообще уже. Мало того, что не смотрят направо-налево, еще и трепятся. Вот, а квартира у них как бы в Москве. Поэтому все замечательно. Вот таким образом я теперь хожу, езжу на 11 номере. На своих двоих. Но, вы знаете, я совершенно не расстраиваюсь. Единственное, на что это влияет, что у меня дача, у родителей, ну, я также считаю, это и своей дачей, нашей дачей. Она расположена в Сергиево-Пасадском районе. Это 60-70 километров от Москвы. И, конечно, вот в этом случае тяжеловато ехать туда не на своих колесах. Вот. Я всю жизнь ездила на... почти всю жизнь. Я училась на механике. Сейчас я... Потом я много лет водила автомат. Сейчас вот села за родительскую машину, пока они в санатории. И, в принципе, вы знаете, как говорится, руки помнят. Или опыт не пропнешь. Так что, кому было интересно, кто там думал, что пришел непонятный какой-то муж, обобрал, обогрел, обобрал, подогрел и утащил свою имущество, то вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь. Он поступил, в принципе, нормально, скажем, не хочу сказать благородно. Хочу сказать нормально. То есть он как пришел со своим имуществом, так он с ним и ушел. Я осталась со своим. Это кому было интересно. Вот такое видео. Кому было интересно, куда я задевала свою... свою Фросию. Мою машину звали Фросией. Где-то она сейчас бегает. Машина была прекрасная, с малым пробегом. Вообще, без сучка, без задоринки. Даже в минус 33, вот было в Москве, она у меня заводилась с полпинка. Мне очень ее жалко. Но дочь для меня дорога. Поэтому я пошла на некоторые жертвы. Все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok